Приветствую вас, друзья! Это видео, как я и обещал, записываю специально, прежде всего, для тех людей, которые будут участвовать в нашем эксперименте в телеграм-канале «Нулевой пациент». Ссылку на который я оставлю в описании. Это видео записывается прежде всего для них. Оно будет посвящено вопросам о подготовке, что нужно делать, как, питание, секс, гнев, медитация и так далее. Сразу вам скажу, что записываю, как и предыдущее видео, без текста, поэтому очень прошу прощения за то, что всё без подготовки, за свою небритость, за то, что будут запинаться и, может быть, оговариваться. Однако контекст будет понятен. Он, прежде всего, будет раскрывать суть того, к чему мы с вами идём и что у нас начинается с 17 августа в понедельник. Осталось совсем немного и совсем очень-очень-очень мало времени. У меня не хватает ни на что. Сегодня я в 7 часов утра закончил отвечать на комментарии к моему крайнему видео в YouTube. Это единственное свободное время, которое я нашёл для того, чтобы это сделать. А так уже несколько дней не получается уделить многим вещам, даже и по каналу внимания, то есть выбирая приоритеты. Однако я обещал, что сегодня сделаю видео, и я его выпускаю. Постараюсь его слишком сильно не затягивать и быть максимально конкретным. Я выписал на листок себе вопросы, которые часто звучали после моего предыдущего видео, и поэтому буду ориентироваться по нему как по дорожной карте. Ну что ж, друзья мои, приступим. Прежде всего, мне очень много спрашивает насчёт мёда. Можно ли употреблять в этих 47 дней мёд? Да, мёд употреблять можно, даже несмотря на то, что это фактически животный продукт. То есть, ну как, ну точно не млекопитающие, это насекомые, но так или иначе продукт животный. Единственное, что для его изготовления никто не умирает, и основа его – это прежде всего растительная пыльца с цветов и растений. А почему можно мёд? Вообще, мёд – штука достаточно мистическая, с той точки зрения, что мёд – единственный продукт на планете Земля, который не портится. Понимаете? Вообще! Более того, людям, у которых определённый вид диабета, которым нельзя сладкое, многие употребляют и обходятся мёдом. Вот. Даже по поводу того, что не портится. Мёдом был найден в одной из гробниц в Египте чаны с мёдом. И вот представьте себе, он был абсолютно… Да, он был засахарённый, но это был тот же самый мёд, который можно было употреблять спустя несколько тысяч лет. Поэтому я вам скажу, что мёд употреблять можно. А по поводу того, что можно кушать, а чего кушать нельзя. Друзья мои, я очень чётко сказал, и я абсолютно со своей этой позиции не сойду. Всё животного происхождения нельзя, а всё растительное можно. Абсолютно всё. Даже по большому счёту кофе и даже по большому счёту чёрный шоколад, если в нём нет сарди, там не содержится молока. Иногда бывает даже, что там, предположим, мёд… Ой, не мёд, а шоколад, извините, пожалуйста, за оговорку. А шоколад 70-процентный, да? А что у него там в остальных 30-процентах? Он же должен быть как-то держаться. Сто процентный шоколад, друзья мои, это чистое молотое какао. Его надо как-то скреплять, как-то держать, и чтобы он каким-то образом был потребляем, подходил нам по вкусу. Потому что сто процентное тёртое какао, есть вы семена не сможете, они очень-очень горькие. Так вот, если там нету в этой плитке содержания молока, кушайте на здоровье. По поводу питания, почему-то все вдруг подумали, что раз уж начинается этот пост, то все мы садимся и начинаем голодать. Нет, друзья мои, это не так. Вы можете кушать всё то же самое, только не животного происхождения. Всё. А так вы можете есть что угодно. Послушайте, очень тяжело похудеть и голодать, например, на жареной картошечке на постном масле. А это абсолютно подходящая еда для поста. Полностью вы находитесь как бы в фарватере всех тех блюд, которые вы можете кушать. Я вам сразу говорю, ваше состояние сытости и ваше состояние голода будет зависеть от одного единственного фактора. Это продукты с низким или высоким гликемическим индексом. То есть, если у продукта низкий гликемический индекс, то вы, несмотря на то, что вы съедите очень много какого-то продукта, вы не наедитесь. А если, например, вы съедите продукты с высоким гликемическим индексом, вы съедите его совсем чуть-чуть, но вы будете сытые. Потому что именно инсулин, который вырабатывается во время усвоения пищи, когда она попадает в желудок, отвечает за ощущение насыщения. Понимаете? Это будет прежде всего зависеть. Не поленитесь, заходите и набирайте. Таблица гликемический индекс продуктов. И там вы все по растительным, продуктам растительного происхождения, натуральным, вы все будете видеть. Что вас больше продержит и дольше, что меньше. Я для себя выбираю обычно продукты с низким гликемическим индексом. Но это просто для того, чтобы время от времени, скажем так, бороться с лишним весом. И благодаря продуктам с низким гликемическим индексом это получается. Вы когда-нибудь слышали о спагетти, крупных цельнозерновых или из твердых сортов пшеницы? У них очень низкий гликемический индекс. И люди говорят, что они худеют на спагетти. Так вот это абсолютно правда. Можно лопать спагетти с кетчупом и худеть. И это абсолютно постная полностью еда. Это же не майонез и не сметана. Это натуральный продукт. Вы можете использовать различного рода специи для того, чтобы продукт был вкуснее. Использовать масла оливковое и подсолнечное. Проблем никаких нет. Вот все, что есть в обоиме продуктов натуральных, растительного происхождения, используйте все. Используйте все. Когда говорят, предположим, о белке, ну мне так забавно становится очень. Потому что в орехах грецких, кишью, даже семечках, посмотрите. Посмотрите, какое количество белка там на 100 грамм. Полно. Полно. Не меньше, чем в мясе, а иногда даже и больше. Там процентность на 100 грамм доходит до 30-40%. Вот. Поэтому без белка вы не останетесь. Плюс можно выбирать бобовые. Фасоль. Красная фасоль содержит огромное количество питательных элементов. Вот. И белка. По поводу, безусловно, мы натренировали наш с вами мозг для того, чтобы он максимально положительно реагировал на вкусную еду, на всякие сладости. Мне будет, кстати, тяжелее вам, потому что я очень люблю сладкое. Я очень люблю всякие сладкие газировки. Я прямо, это для меня будет 5 дней, пока будет выходить весь сахар. Для меня это будет огромная ломка. Но ничего страшного. Через это необходимо пройти. И я пройду через это. Ну, тем более, что уже не первый раз. Поэтому не так тяжело. Так вот, смотрите. При любых обстоятельствах у вас возникнет в первые 3-5 дней допаминовая ломка. Это 100%. Допамин – натуральный наркотик, который нас благодарит за то, что мы делаем что-то приятное. Наш мозг. И наш мозг становится наркоманом этого наркотика. Без сладкого, без вкусного слишком сильно, где вот такие, вы знаете, добавки Е различного рода глютамат или глютамат натрия, я уже не помню. Усилитель вкуса. Усилитель вкуса – это прямой наркотик для того, чтобы побаловать твой мозг. Усилитель вкуса. Кому он нахрен надо? Зачем? Это очень легко. Именно этот вот глютамат или глютамат натрия, он подсаживает ваш мозг на эту дофаминовую благодарность. Вот. Так вот, первые 3-5 дней вас будет ломать. Ломать, потому что из вас будет выходить сахар. Из вас будет выходить всякая гадость. Ускорить этот процесс отломки можно кардиотренировками, когда ты потеешь, и из тебя выходят токсины. Это очень помогает. Вот. И вам придется это преодолеть. Сигареты нельзя, алкоголь нельзя, наркотики нельзя. Вот. По поводу сигарет очень интересная история. Примерно 10, может быть 12 лет назад, может быть больше даже, я бросил курить в первый день поста. Я курил очень много. 10 лет или 12 перед этим. Мне все в этом нравилось. И держать сигарету, и вкус. Вообще все мне нравилось в курении. Сейчас, спустя 10-12 лет без сигарет, я, честно говоря, не понимаю, как я мог курить. Как я мог позволить себе вообще в свои легкие пустить какой-то дым, еще и с никотином, еще и с какими-то там канцерогенами, которые могут вызвать во мне рак. Кто в здравом уме это сделает. Но меня тогда все устраивало. Так вот, в первый день, это был, по-моему, 11 или 10 марта, я бросил курить. Но, послушайте, тут был очень-очень важный фактор. Я перед этим очень много раз пытался бросить курить. Так вот, я 4 или 5 месяцев самому себе постоянно долбал в голову о том, что, Петр, в этот день ты бросишь курить. Петр, в этот день ты бросишь курить. 21 день нужно для того, чтобы сформировать нейронные пути, достаточно плотные, которые превращают то или иное мнение в привычку. Так вот, представьте себе, я просто-напросто за 21 день, даже больше, за несколько месяцев, я сформировал очень плотный нейронный путь. И весь мой организм, весь мой разум, все мое тело, благодаря мозгу, было уверено, что в этот день, Петр, ты бросишь курить. И я бросил. Меня поломало 2-3 дня, а потом отпустило. Сейчас я сигареты на дух не переношу и нет даже желания возвращаться. Далее, смотрите, чтобы вам было проще. Поймите, вас всех будет ломать. Вы через 5-6 дней не будете думать абсолютно о медитации, молитве и о чем-то. Вы будете думать о том, как бы съесть что-то вкусненькое, заняться сексом или мастурбацией, или покурить сигаретку и так далее. То есть вам будет вообще не до духовного роста. И это нормально, ничего там страшного нет. Даже если вы что-то там где-то ошибились, не страшно, идите дальше. Что тут такого? Это не Рубикон. Мы уже до того, как начали этот пост, уже победили. Я вам расскажу, почему и как. Это очень интересная сегодня была история. Так вот, по поводу того, что вам будет плохо. Смотрите, есть волшебный такой ключик, называется эндорфины. Эндорфины вырабатывается в человеке при физическом труде. Ну, как бы это не тяжелый труд, мы говорим не о тяжелом труде физическом. Мы говорим о спорте. Кардиотренировки. 20 минут прогулки позволят выработаться эндорфином. Поймите, это очень-очень важный момент. Которые понижают чувство голода. Понимаете? Чувство голода, неудовлетворения, различного рода жажда и так далее. Понимаете? До того, как ты, предположим, взял, вышел, сделал пробежечку 30 минут. Тебе кажется, что ты хочешь все на свете. Очень многие бегуны знают, что после этого уже ничего не хочется с точки зрения, что ты понимаешь, что ты проделал какой-то труд, проделал какой-то путь. И как бы тебе жалко тратить эти 30 минут бега, чтобы потом наедаться, напиваться и так далее. Так вот, за это все отвечает эндорфин. Это очень-очень важно. По поводу истории, благодаря которой мы уже с вами победили еще до того, как начался пост. Сегодня девушка по имени Ната в нашем чате в Телеграме написала следующее, что она решила попробовать добавку, фактически БАД, 5-HTP-гидрокситриптофан. Так вот, друзья мои, 5-HTP-гидрокситриптофан находится буквально в одном шаге от такой молекулы, как серотонин. А это, по большому счету, плюс-минус то, за что мы с вами боремся в течение этого 47-дневного поста. То есть, за хорошее настроение и ощущение счастья. И вот она напрямую пишет. У меня целый день отличное настроение, я прекрасно себя чувствую, я счастлива, я веселая. Все. Это то, что мы хотели сделать. Так вот, существует большое количество подобного рода добавок и сам триптофан, и L-триптофан. Это тот, который нам необходим, который приводит к тому, что в организме появляется диметилтриптомин. Он формируется фактически из аминокислоты L-триптофан. Вот. Однако, все, что касается триптофана, и HTP-гитрокситриптофан, и L-триптофан, и просто триптофан, это, по большому счету, то, к чему мы идем, и то, благодаря чему наше состояние будет меняться. Мы идем все с вами к повышенной выработке натурального эндогенного диметилтриптомина, который потом приведет к тому, что наша жизнь поменяется, и желания наши будут исполняться. По большому счету, друзья, вот НАТО уже написала, что она еще ничего не начала. Она просто услышала совет, или, я не знаю, может быть, даже не от меня, а от кого-то, и купила опять HTP. Все. Человек уходит счастлив и радостный, хорошее настроение, то есть его жизнь уже начинает меняться, понимаете? Благодаря нашим действиям, благодаря молитве и медитации возникнет повышенный нейрогенез мозга. Это всегда происходит, например, при употреблении двух вещей, психоделиков и антидепрессантов. Нейрогенез мозга – это деление рождения новых клеток, то есть фактически обновление новых клеток. И вы не поверите, это происходит именно в тех районах мозга, которые отвечают за отделение себя от окружающего мира. То есть оно опустится благодаря этому делению клеток. А что это за клетки? Это клетки серого вещества, это клетки в том числе и нейромедиаторов. А не забывайте, пожалуйста, что нейромедиаторы – это жидкость, гормоны, посредством которых нейроны, клетки мозга передают электрические импульсы. Нам их нужно много, нам их нужно много новых, и благодаря именно медитации и молитве это будет происходить. То есть мы будем фактически благодаря рождению новых клеток менять структуру мозга. Это не в эзотерическом смысле, а прежде всего в биологическом. Это факт, и от этого научный факт, и от этого никуда не денешься. Поехали, друзья, дальше. По поводу секса и мастурбации, а еще по поводу гнева. Почему эту тему я задел? Потому что мне тяжелее всего, когда я в это все вхожу, контролировать две вещи. Это гнев, случайный мат, сказать, что кто-то, кому-то, какой-то кретин. И это секс. Это очень-очень тяжело с этим бороться. Объясню почему. Дело в том, что первые 7 дней воздержания у мужчины 6 дней растет тестостерон, и на седьмой день он резко падает. Если, предположим, мужчина не будет использовать мастурбацию, тогда этот цикл пойдет заново. Нам надо продержаться, и по большому счету через 7 дней чуть-чуть попустит, будет легче, а потом спустя дней 20-30 снова станет очень тяжело, и ваш организм будет делать все сам. Не стоит этого бояться, не стоит этого переживать. И еще запомните, если у вас есть любимый человек, понимаете, просто дело в том, что это очень странная штука. Дело в том, что когда человек занимается сексом с нелюбимым человеком, у него, помимо всего, вырабатывается гормон, отвечающий за накопление жиров. Я не знаю, я знаю все их 6, и мне интересно, но это явно не инсулин и не лептин, мне кажется, это, скорее всего, кортизол, гормон стресса. Он отвечает за накопление жиров. Именно поэтому очень многим людям после того, как они занялись сексом, они хотят есть. За это отвечает именно этот гормон. Он у вас требует, вы есть не хотите, он выработался, и он сразу же просит вас поесть. То есть, таким образом, все вообще потрясающе, удивительно, в организме человека взаимосвязано. Так вот, когда человек занимается сексом с любимым человеком, то организм тоже все отлично понимает, и после секса он вырабатывает окситоцин, гормон глубокой привязанности, нежности, тепла, объятий, трепетной любви. Так вот, я, например, считаю, что это необходимый гормон, я говорю про окситоцин, вот в нашей процедуре. Поэтому, если у вас есть любимый человек, и если речь идет не о том, чтобы, ой, блин, мне так хочется, надо сейчас вот быстренько снять напряжение, если речь не об этом, а речь о любви, о нежности, о тепле, то я не то, что не против, я бы рекомендовал бы этим регулярно заниматься. Но, опять же, я говорю вам, что это не имеет ничего общего с удовлетворением для себя, как бы, да. Это, скорее, желание доставить приятно человеку, с которым ты живешь, с которого ты любишь, с которым ты занимаешься сексом. Вот. Поэтому, друзья, будем держаться. Сорвется кто-то из вас. Ничего страшного, это не катастрофа. Все, что мы делаем, не рубикон, понимаете. Будет жизнь дальше, и мы дальше будем двигаться с вами. И ничего страшного в этом плане не происходит. По поводу гнева. По поводу гнева, ребят. Ну, гневаться, на самом деле, по большому счету, не очень хорошо для нас. Почему? Потому что, опять же, страх – это адреналин, гнев – это норадреналин, стресс – это кортизол. А это не очень хорошие гормоны для нашего организма. Они очень-очень сильно бьют и по сердцу, и по разуму, и вообще. Поймите, одни гормоны разрушают другие очень часто, и между собой они ссорятся. Например, тот же самый окситоцин. Окситоцин практически определенные объемы. Если вы на руки взяли ребенка своего, да, он просто, его такое количество вырабатывается, что он просто разрушает к чертовой матери весь тестостерон в мужском теле. Ну, по крайней мере, в какой-то определенный конкретный период точно он это делает. И гормоны между собой, они соревнуются. Вот, поэтому, когда мы говорим о гневе, ничего страшного, если в своем уме просто не отдавайтесь этому слишком сильно, слишком много и слишком долго. Вот, не уделяйте этому внимания и не идите у этого всего на поводу, скажем так. Вот, потому что иначе пока не получится. Мы с вами еще не дзен-буддисты, включая меня, которые могут сказать, все тлен, все пустота, и быть сосредоточены на чем-то одном, хорошем, и не сосредотачиваться на негативе, который тебя как бы окружает. Так, друзья мои, поехали дальше. По поводу самых сложных вопросов, и это на самом деле самый важный вопрос, не только для вас, друзья мои, но и для меня, извините. Это медитация. Медитация и молитва. Поймите. Медитация призвана остановить внутренний диалог. Вот этот вот весь поток мыслей, который нас тревожит, который, например, я могу сказать вам, мне от него тяжело очень избавиться, он меня терзает 24 часа в сутки. Постоянно, регулярно, без перерыва. От него надо избавиться, его надо остановить. Почему, например, есть медитация на дыхание? Что такое медитация? Вот ты сел, закрыл глаза, ты находишься в полной темноте. Из-за того, что ты находишься в полной темноте, шишковидная железа думает, что ты ложишься в банке. А это значит, что нужно вырабатывать мелатонин, гормон сна. А мы помним, что мелатонин, гормон сна, по форме повторяет психоделик, диметилтрептамин и псилоцибин. И ты, значит, закрываешь глаза, начинается вот это вот очень положительное воздействие биохимии мозга, благодаря мелатонину. И, закрыв глаза, ты начинаешь сосветачиваться на дыхании. Не глубоком дыхании, а стандартном. То есть, ты отбираешь у вегетативной нервной системы, которая контролирует твое дыхание, твой ритм, вместо тебя, чтобы ты не забыл этого делать, ты отбираешь у вегетативной системы и начинаешь сам контролировать этот процесс. То есть, ты все, весь свой внутренний диалог отключаешь и сосредотачиваешься просто на дыхании. Все, у тебя все ушло, и ты уделяешь время только этому ритму. Далее, когда ты уделил время этому ритму, ты начнешь ощущать, как ты растворяешься в этом дыхании, ты снова его отдаешь как бы в вегетативной нервной системе, но у тебя уже остановлен внутренний диалог. Запомни, в этот момент ты находишься с закрытыми глазами, никто не медитирует с открытыми глазами. Есть медитация на свечу, но мне это кажется очень странным, в том плане, что свеча – это свет, и у тебя будет вырабатываться меланин, гормон бодрствования. То есть, никак не гормон сна, не мелатонин и не ДМТ. Мне кажется, это странным, поэтому я рекомендую однозначно медитировать с закрытыми глазами. Останавливайте свой внутренний диалог, старайтесь посмотреть на себя как бы со стороны, на свои мысли, постарайтесь не думать ни о чем фактически, кроме созерцания картинок. Понимаете, нам нужно заглушить наше с вами эго, которое постоянно что-то с тобой говорит, что-то тебе объясняет, порождает в тебе желание. Нам нужно созерцание, созерцание какой-то определенной внутренней картины. Пусть будет это некая картина вашего персонального умиротворения. А далее, благодаря вашим закрытым глазам, конечно же, будет выработка мелатонина, натурального психоделика. И вслед за этим, друзья мои, придут образы. Все то долгожданное, что вы хотите увидеть, в том числе и мистические ощущения, и мистические переживания. Что я вам забыл сказать, что было очень важное в прошлый раз. Вы никогда не задумывались, почему рекомендуется читать молитву с утра, после пробуждения и перед сном? А не потому ли, что во сне вырабатывается то самое небольшое количество мелатонина? Ой, не мелатонина, димитилтрептамина, простите. Мизерная. Но какое есть, по крайней мере, больше, чем днем. То есть, поэтому, когда мы в сознании, когда мы контролируем происходящее сразу после пробуждения, и прямо перед тем, как мы заснем, мы цепляем этот кусочек вот этого ДМТ у нас в крови, и мы, соответственно, молимся или что-то просим. Это очень, кстати, хороший секретик такой, вы знаете. То есть, используйте его. Хотите что-то попросить, хотите к кому-то обратиться, делайте это вот прямо перед сном и прямо после пробуждения. Если вы вдруг ночью проснулись, вот мой вам совет. Если вы просыпаетесь спустя два часа после того, как легли спать, мой вам совет. А закройте-ка глазки. Закройте. И обратите внимание на рисунки, которые у вас перед глазами. Вы будете шокированы. Вы будете шокированы. Мы, когда вот не до конца приходим в себя, мы даже не обращаем внимания на вот эту кашу, которая у нас происходит просто после пробуждения. Так вот, я провел эксперимент. Я однажды посмотрел. То есть, я сосредоточился. Вы знаете, что я увидел? Я увидел фракталы. Я увидел огромное количество фракталов без воздействия психоделиков. Просто на натуральных психоделиках, просто на ДМТ и просто на мелатонине. То есть, я пребываю во сне в психоделическом трипе. То есть, все, что я вам говорю, имеет безусловное научное подтверждение. Это очень увлекательно и очень интересно. Итак, друзья мои. В медитации, прежде всего, самое главное, чтобы вам было удобно. У вас не должны затекать ноги, косточки и так далее. Лежите, расслабьтесь. Сосредотачивайтесь на свое дыхание. Вы можете поставить прекрасную, приятную медитативную музыку. Но это должна быть обязательно новая музыка. Это очень важно. Мозг совершенно абсолютно интересным способом реагирует на новую музыку. Для него это большое счастье. Он начинает выделять те же самые эндорфины. Он очень доволен, что он слышит что-то новое, красивое, познает, а не то, что он уже видел. Лежите, слушайте свое дыхание или уходите вслед за музыкой, вслед за картинками, которые вы видите, благодаря тому, что вы закрыли глаза, вырабатывается мелатонин, и он вас уводит. Он вас уводит вслед за этой мелодией. Идите вслед за этим. Проводите, придется проводить нам с вами в день 20-30 минут в медитации. Это будет очень тяжело. Потому что через 5 дней мы все с вами будем хотеть послать все это нахер, понимаете. Я буду сидеть и хотеть нутеллку со свежим батончиком, но точно не спасать весь мир. Это я вам говорю, как человек через это прошел. Прошедшее. Но я вам могу сказать, что через 15 дней, 10, ты уже настолько очищаешься от этого всего, что ты даже уже не вспоминаешь. Ты просто считаешь дни. Просто считаешь дни до того, как это закончится. И достаточно спокойно проходишь этот путь. Я хотел записать короткое видео, у меня опять нифига не получилось. Я у вас прошу прощения, что, может быть, было как-то немножко сконкано и все остальное. Я вам могу сказать, что с понедельника я буду выходить каждые 3 дня в какой-то коротенький эфир и говорить вам, что сегодня я съел там перловку с кетчупом, был хорошим парнем, никого не ругал, сходил на тренировку. Я точно подключу тренировки. Почему? Потому что без эндорфина, который вырабатывается благодаря тренировкам, я ничего не продержусь просто. Вот, значит, сегодня я был хорошим парнем. Покушал, сделал то, сё, пятое, десятое. И вот, значит, сейчас я сажусь, я вот буду слушать вот эту музыку, буду скидывать вам ссылку. Я, значит, ложусь на свой каремат, закрываю глаза и let your mind flow. Это по поводу медитации, по поводу молитвы. По поводу молитвы. Ой, вы понимаете, вроде как нам нужно остановить внутренний диалог для начала, да? А молитва – это далеко не остановка внутреннего диалога. Это как раз наоборот, постоянно какой-то разговор. Вот, поэтому я вам даже... Я могу сказать только одно. Какие молитвы мои работали. Искренние. Искренние. То есть, когда в моей молитве была эмоция, когда была беда или которая была проблема, когда я говорил не набором стандартных заученных фраз, если мы говорим о православных, христианских, католических молитвах, когда я говорил от себя с чем-то незримым, вот тогда это по-настоящему сильно работало. Но помните, вам все равно понадобится темнота. Это необходимо. И закрыть глазки. И когда вы закрываете, и вам приходят образы, и когда вы в том числе слушаете красивую музыку, обращайтесь на здоровье. Я открою маленькую тайну. Я не хотел ее сразу открывать. Я говорю с источником. Вы можете говорить, с кем вы считаете нужным. Нас окружает субатомный мир, который мы не можем пока что обнаружить, увидеть. Называйте это эфир, называйте это Дух Святой, информационное поле Земли. Это не имеет никакого значения. Единственный способ с ним связаться – это диметилтриптомин и мелатонин. Понимаете? Больше другой возможности нет. Поэтому закрываем глазки, оказываемся в темноте своего собственного разума. Даем вашей головушке прекрасной, умной выработать мелатонин. И, соответственно, немножко диметилтриптомина. И спокойно, во время этой легкой музыки, которая вас непосредственно будет вдохновлять, обращайтесь к тому, к чему считаете нужным. Друзья мои, я больше не смею отбирать у вас время. Вроде бы плюс-минус. Все ответил. Прошу вас, не спрашивайте у меня какой рацион. Кушайте на здоровье. Вы не должны быть голодными. Вы просто не должны кушать животных продуктов. А голодными вы быть не должны. Это не об этом. И не надо есть, пить воду и хлеб. Кушать. Это самое отвратительное, что может быть. Вы смешиваете дрожжевой хлеб с водичкой, и он тут же начинает у вас внутри бродить. А процессы брожения в организме – это не есть хорошо. Понимаете, друзья мои? Всех вас люблю, целую, пока я отправляюсь дальше делать нужную работу, в том числе и для канала. Друзья, пишите, подписывайтесь, прежде всего, на Телеграм. И там все будет раскрыто, разъяснено. Хотя вроде как, по большому счету, я все сказал. Если что-то забыл, упустил, задавайте вопросы. Всего вам, друзья, хорошего. До встречи.